Почему возобновились удары по энергетике? Существует несколько версий. Я дам на выбор, а вы выбираете. Могу сказать, какой я склоняюсь. Первая версия звучит такая. Была система договоренности негласная. Мы не бьем по их инфраструктуре, они не бьют по заводам, по их энергетике. Они не бьют по нашей. Якобы украинская сторона нарушила это мнение российской стороны. И они вынуждены были отвечать. Российская версия. Украинская версия подло копили, копили, копили и наконец-то начали бить. С самого начала хотели бить. Никакой договоренности не было. Они гады и подлецы. Международная версия, которая мелькает в кругу экспертов, в некоторых публикациях западных звучит. Звучит примерно так, что некоторые договоренности все-таки были. Воспринял Путин лично и российское руководство разрешение ударами по... Нансить удары по... Дальнобойные удары чувствительные по российской территории. Как нарушения со стороны Украины. То есть они придерживаются более-менее российской версии. Плюс-минус с отдельными нюансами. И тогда уже решили показательно показать Западу, что там целая цепочка эскалации. Сначала мы били там по их нашими дронами, не используя Запад наружу. Потом россияне наносят удар в ответ. Потом Запад дает в те же сутки, дает разрешение на удары дальнобойные. Мы начинаем бить дальнобойными ударами, и они применяют по нам этот кедровый орешник, орешник-кедр, орешниковый кедр и так далее. Вот примерно такая цепочка произошла. Но общая мысль какая, что международное сообщество, наблюдатели в отдельных публикациях, оговорках склоняются к тому, что была договоренность, и Украина якобы их нарушила. Не знаю, за что купил, за то продал. Моя версия звучит так, смотрите. Моя личная версия. Из того, что я наблюдаю, из открытых источников, без всяких инсайдов, была некоторая система договоренностей, которая заключалась в том, что мы не трогаем ключевые, наиболее важные объекты друг друга. Стороны их определяют сами. В нашем случае это энергетика, у них там какие-то ключевые производства. Я не думаю, что главной причиной послужило то, что наши дроны там куда-то прилетели, куда они должны были, не договаривались, что прилетим. Я думаю, что скорее война — это политический процесс, в первую очередь они военные. Была нарушена какая-то логика в том карточном домике, который собирался, условно назовем его «Большой Ялтой», о которой мы говорили, которая собиралась вокруг темы мирного урегулирования вокруг Украины или прекращения войны. Где-то российской стране что-то не понравилось в новых веяниях. Возможно, Запад где-то они посчитали, передернул, или Украина передернула. И причины, безусловно, политические возобновления ударов, а не военные. Нарушения чисто военных, да, я говорю, что скорее где-то какая-то политическая нескладуха. А сейчас самый интенсивный период, сегодня наш посол в Бразилии сказал, что самое тяжелое — 8 недель со дня независимости нас ждут. Это правда. Мы говорили с вами об этом еще раньше намного. Период неопределенности, и период, когда все понимают, что Трамп будет в силовом варианте навязывать обоим сторонам за окончание войны, выполняя предвыборное обещание. А значит, надо взять как можно больше или как можно больше показать возможностей, на основе которых можно сторговаться. Поскольку это период интенсивной торговли, это период интенсивного шантажа. Материального, нематериального. Поэтому возобновление ударов — это второго удара пока нет, крупного. Ну, после, я имею в виду, по энергетике, обычными средствами, конвенциональными. Было только два — конвенциональный массовый удар и удар вот это вот орешником смешным, кокошником и так далее. Они это продемонстрировали возможность, и поскольку ударов нет, снова, видимо, торгуются. Скажите, мы можем это сделать, но если вы не хотите, чтобы мы это делали дальше, давайте какие-то договариваться, какие-то уступки, то есть все, пятое-десятое. Поэтому пока это не переход к уничтожению материальных возможностей Украины в сфере энергетики. Иначе бы удары повторялись. Один за другим. За это время произошло бы еще, как минимум, еще один. Если исходить из логики интенсивности предыдущих воздушных кампаний против энергетики Украины, против Украины как таковой. Поэтому, да, это элемент торговли, демонстрация возможностей, перспектив, что будет, если мы не договоримся или будем нарушать. Мы, соответственно, бьем в ответ, пользуясь разрешением западу дать нам вооружение, показывая наши возможности. Вот так вот шутками-пребутками идет торговля. Что скажешь про «Орешник», «Рубежник», «Кедр»? «Орешник» здесь, как бы «Орешник» — это советская разработка. Это ЯРС, у которого убрали одну ступень, что позволяет решать ему довольно сложную задачу — бить по ближайшим целям. Смотрите, ракета средней дальности, средней дальности — это ракета до 5500 километров. Все, что выше, считается межконтинентальным. «Орешник» интересно. У него заявлено, ну, на самом деле, «Кедр». «Орешник» — это название опытно-конструкторской разработки, то есть комплексная работа. И кодовое имя для работ назвал Путин, когда это заявлял. Само название оружия — «Кедр». И когда, скажем так, его заявленная дальность в разработках — 6000 километров. То есть это вполне себе межконтинентальная ракета. Что он умеет делать, чего не умеет делать. Межконтинентальная ракета и часто ракета средней дальности. Он умеет прилетать всего на 1500 километров. Как это было от Капустина-Яра до Днепра. Это новая история интересная. Разделяющиеся боеголовки — это все еще советские разработки. Он нужен, это оружие нужно для исполнения в ядерном варианте. В конвенциальном варианте оно практически не используется и не предусматривалось для использования, потому что вероятное отклонение в 200 метров, которые у него есть, это и БЧ разделяющиеся. Для ядерного оружия — это ничто, а для конвенционального — это промах, считайте. Тем более по таким целям, как Южмаш. То есть это была демонстрация. Почему выбрали Южмаш? Демонстрация даже не нам, демонстрация западным союзникам. Ведь одна из предметов основных забот российского руководства — системы договоренностей — это система ПРО. Элементы, которые развенуты в Польше, в Румынии и так далее, якобы против иранских ракет, но все все же понимают. То есть нарушается ядерный паритет, достигнутый в 60-е и 70-е годы, который гарантировал так называемое взаимное уничтожение. Вне зависимости от того, кто первый запустил массированный ядеронар межконтинентальными ракетами. Когда Запад начал успешно создавать систему ПРО, она и до этого создавалась, но она ограничилась одним округом в Соединенных Штатах и обороной Москвы по договору в этом самом. Но когда начало создаваться более совершенное ПРО, в силу превосходства Запада в технологиях, то это стало предметом постоянной изобоченности Кремля. Потому что концепция массированного гарантированного удара, которая воспрещала применение ядерного оружия, начала разрушаться. Это забота, потому что часть ракет можно перехватить. Это была демонстрация Западу, что есть ракеты, новое вооружение, которое вы не сможете перехватить. Это, по сути, аргумент Западу в ответ на развертывание системы ПРО и его успехов продемонстрированным тем же Израилем при отражении баллистических ракет. Они намекают, что превосходство в системах ПРО утрачено. То есть оружие, которое невозможно перехватить. В том числе, которое можно применять по ближним целям, по целям в Европе. Это же демонстрация для стран, на территории которых размещено ПРО. Польша, Румыния в первую очередь. ПРО-американская, но она на территориях стран. А Южмаш были выбраны, потому что у нас несколько официальных лиц, включая президента, заявили о том, что мы тут разработали ракеты дальнобойные украинские, еще дадим возможность разрабатывать ракеты. А кто у нас главный по ракетам? Южмаш, понятно. В этом глупили по Южмашу. По-самому Южмашу глубоко плевать, потому что Южмаш строили советские инженеры в расчете на то, что он будет целью во время ядерной войны. Поэтому Южмаш в основном заглублен. По нему били давно и целенаправленно. Там все поверхностные сооружения, которые не имеют ключевого значения, давно разрушены или около того. А все реально, если там есть реальное производство, говорят их специалисты, оно глубоко под землей, да так, что ядерным взрывом не станешь. Поэтому этот обычный конвенциональный удар ничего не решает. Но демонстрационно, в чистом виде. Он не нес никаких военных или материальных целей. Западу показываем, что можем пробить ПРО. Есть оружие, которое вы не сможете остановить. А нам показываем, что чем больше разговоров о ракетах и применении ракет, тем иначе будет больше ударов. Дадут ли нам то, что может сбивать? Нам этого не дадут, потому что это очень дорогое оружие, существующее чуть ли не в единичных экземпляров США и в Израиле. Та же самая система ТААД. Чем дорого стоит, одна ракета 20 миллионов стоит. Поэтому никто и не будет делиться. Это означает нанесение стратегического ущерба интересам в Соединенных Штатах и способности защищаться. Они на это не пойдут, ни при каких обстоятельствах. Размещая тот же самый ТААД где-то в Европе, могут ли они сбивать над нами такие ракеты, как помогают Израилю? Они могут сбивать эти ракеты, если они летят на таких участках траектории, которые можно еще сбить. Но это при условии нанесения удара по территории Европы скорее будет. Я не специалист, но думаю, что если запускать с того же Капустиного Яра, с этих же мест, запускать этот комплекс, вернее ракету, то участок перехвата траектории настолько минимальный, что они не успеют отреагировать. Например, под Днепром. Здесь другое. Я хотел бы внимания наших зрителей обратить на другое. Почему запускали из Капустиного Яра? Почему? Потому что Капустин Яр – это испытательный полигон. Это значит, что они запускали экспериментальное изделие, не принятое на штаб на вооружение, а экспериментальное изделие, которое не до конца испытано, еще не принятое на вооружение. По сути, опыт на конструкторскую разработку в какой-то там стадии. И запускала его, безусловно, та команда, которая проводит разработку испытаний. Потому что это не стреляло штатно-воинская часть откуда-то с Урала, из-за Урала, с европейской части России, с Сибири, стреляли с испытательного полигона. То есть, когда нам говорят, это же была суперакция, в обеспечении этой акции информационной был задействован Верховный Главнокомандующий Российской Федерации как спикер в этой акции. Это значит государственный уровень. И если бы это была штатная часть, в которой эти комплексы стоят на вооружении, то фраза бы «у нас много таких ракет» прозвучала бы для специалистов. Но для… Сейчас она звучит только для неспециалистов, которые думают, что, наверное, раз ударили и говорят, что много ракет, там действительно много таких ракет. На самом деле, если там их, простите, 2-3, то это очень хорошо. Или около того. Иначе бы не стреляли с испытательного полигона. Поэтому, да, они есть в перспективе, да, они есть в разработке, но это не штатное средство, еще не принято на вооружение, и его не может быть много. Я не знаю, сколько, но много не может быть. Поэтому это все демонстрация. Это чисто психологическая акция, демонстративная. В военном отношении она ничтожна. Предупреждение от посольства Соединенных Штатов принесло пользу или добавило паники? Кому? А кому? Давай разглянем. В Господу Соединенных Штатов она, наверное, принесла пользу, а нам добавило паники, судя по всему. И так далее. Я знаю, что в Киеве достаточно сильно напряглись люди. Я видел это по реакции на мой разговор с Латыниной, где я дезавуировал просто всю эту демонстрацию. Смешно. И перспективы ее. И видно очень сильно по активности российских ботов, которые там очень сильно доказывают, что это страшно и надо бояться. Но понятно, что люди измотаны ударами, особенно киевляне, потому что каждый день по Киеву сейчас летит. Сна нормального нет, учебы нормальной нет, нормальной жизнедеятельности нет, потому что наши идиоты никак не могут поменять протоколы. Сирена вводит непрерывно, прерывается нормальная жизнедеятельность. Это все настроение не добавляет, и народ к концу третьего года войны измотан психологически. Поэтому любое известие, которое усиливает удары, ну или показывает перспективу усиления ударов, конечно, людям, мягко говоря, настроения не добавляют. И здесь испугались не столько россиян, сколько реакции западных посольств. Потому что по ней следят. Все помнят, что это было одним из основных признаков начала войны, которому тоже не верили, смеялись, эвакуация западной посольств. А раз уезжают, значит, наверное, что-то страшное и серьезное. И вот эта эвакуация, да, она поспособствовала созданию атмосферы тревожности повышенной. Они же просто сказали, что они не работают один день. Ну, не эвакуация, да, закрытие. Они сказали, создало атмосферу тревожности. А потом закрылась духовная рада, закрылся Кабмин, многие заведения. Поскольку у всех везде есть родственники, знакомые, что Украина – это одна большая деревня, Киев – это одна маленькая деревня, то как бы всем настроение добавило. В смысле, надо бояться больше. Ну, как бы, я свое слово сказал, бояться нечего. Вероятность ядерного удара, насколько увеличилась ли ядерная риторика со стороны Российской Федерации и вот удара кедром или орешником, который может нести этот ядерный заряд? Не было ли это демонстрации? А следующий раз мы можем... Нет, нет, нет. Это вот, смотрите, демонстрация была для союзников, не для нас. Она была материальная, а потом на это довесили ядерную историю. Вот ядерная история – это целиком довесок информационно-психологический, не имеющий никакого отношения. Более того, у нас есть два противоположных заявления российской стороны. Первое – это на саммите Большой Двадцатки в Бразилии, день удара. Лавров сказал, ни в коем случае, мы сделаем все, чтобы избежать ядерной войны. Потом вышел не кто-нибудь о Медведев, который грозится все время ядерной войной, сказал, что Россия сделает все в вольном переводе, чтобы избежать ядерной войны. Почему? Потому что глобальный юг, главные союзники Российской Федерации, категорически против ядерной войны. Крайнее заявление китайского представителя высокопоставлено звучало так, что мы призываем обе стороны к сдержанности. В переводе с китайского дипломатического языка он всегда очень завуалирован, как восточный язык. Это последнее китайское предупреждение. Практически. А перед этим, за два месяца до этого, индийский представитель высокопоставлено сказал следующее, что мы считаем государство, которое не только применит ядерное оружие, но ведет ядерную риторику, безответственную международную. Но это крайне жесткое заявление. С дипломатического языка на обыкновенный, как бы еще немножко поговорить про ядерное оружие, мы начнем пересматривать двусторонние отношения, их логику и содержание. А без... У России и так дела не очень. Экономические и так далее. Они прямо об этом говорят сами. Открыто спикеры говорят. Экономисты. А если от них отвернется Китай-Индия, основной внешнеторговый и политический партнер, то и вовсе станут дела плохи. Поэтому ядерная риторика это попытка давить на мозги Западу и нам. Я достаточно сильно... Я полтора времени, полтора или два часа с Латыниной потратил, посмотрите передачу, чтобы дезавюрировать это. Это смешно. Почему? Вот мне говорят, вы, Алексей, не в Днепре, а вам смешно. Вы сидите там в этой загранице и так далее. Но я позволю вам напомнить, что в первый год войны я был в месте, где не было никаких гарантий, чтобы она мне ударила. Я там непрерывно находился, офис президента. А во-вторых, нам постоянно шли угрозы и сигналы, что вот-вот ударит. Я уже не говорю, что было после утопления крейсера Москва, например. Просто тупо ждали. Любого удара ждали. Сигналы были вплоть до ядерного удара по центру Киева. Разные варианты ждали. И я никуда не уходил. Я выходил на трибуну и каждый вечер вас успокаивал. Поэтому это я сейчас испугался. Тогда я был меньше понятливый и смелый. Это раз. Во-вторых, народ. Я смеюсь не потому, что на дне пролетят боеголовки, 36 штук за раз, которые нельзя перехватить. Я смеюсь на несоответствии, несоответствии материальных действий России и возможностей. У них не так много осталось их. И их грозных заявлений. Это абсолютно дутая игра, особенно в части, касающейся ядерного угроза. Поэтому обе стороны пошли путём эскалации. Но смотрите, в заявлениях эскалации уже дошла до ядерного апокалипсиса и дальше. А на материальном уровне это микронная и очень точно рассчитанная еле-еле эскалация. Поэтому это несоответствие, которое очевидно всем тем, кто сохраняет трезвость ума, ничего кроме смеха вызывать не может. Я смеялся позавчера, я смеюсь сегодня и буду долго ещё смеяться потом, потому что это настолько смешно, что, ну как вам сказать, это вот примерно как разговоры двух мальчишек на заборе по 10 лет, и они сидят и говорят примерно в следующий шаг. Я вот мой старший брат, хорошо, я тебя побороть не могу, но придёт старший брат, он тебя там победит, он боксёр. Я дядю попрошу, он вообще там каратист. А я там дедушку, а дедушка командир полка. А я своего дедушка, он командир дивизии атомных катаносцев. А мой дедушка, а прилетят инопланетяне, или я там Богу помолюсь, это да, на вас там. Ну вот примерно такие разговоры. Всерьёз этому верить, всерьёз на это обращать внимание, делать элементом политики или делать элементом жизненного планирования. Ну, это вот КВН. Я сказал Латыниной, что КВН в этот... КГБ, помните, была старая дилемма, сможет ли КВН победить КГБ? Я сказал, что вот с момента этого смешного Орешника и заявлением это самое, то сражаются два КВНа. Уже не сражается КВН и КГБ, а уже два КВН сражаются. Они нивелировали свой статус с этим ударом. Даже не ударом, а смешным шантажом этим своим. Это вот прекрасно все понимают, что они ни на что не пойдут. И когда твоя угроза пустая, ничего кроме иронии это не вызывает. И смотрите, что такое современная война, насколько быстро меняется обстановка и геополитика. Саммит Брикс – высшая точка этой войны. Путин вышел из международной изоляции, глобальный юг полностью за него, практически, да, он как бы кульминация. И через неделю буквально они превращаются из солидного дядя во фраке, который ведет переговоры в Большом тронном зале о судьбе международной коалиции, превращаются в такого же нашкодившего 16-летнего подростка, который взрослым людям посылает пустые угрозы, которых никто не боится. Они очень сильно вранили свой статус этой глупостью. Очень сильно. Уважаемые зрители, напомню вам, что в описании есть ссылка на YouTube-канал и Telegram-канал Алексея Аристоевича. Если вы еще не подписаны, прямо сейчас рекомендую это сделать. И в комментариях задавайте свои вопросы. Мы в прямом эфире, поэтому воспользуйтесь такой возможностью. А пока вопрос от зрителей, которые были оставлены в анонсе под нашими программами. Даст ли результат разрешение бить вглубь России западным оружием или будет как СЭП-16? Они вроде есть, но используются только как ПВО. Почему это разрешение появилось после звонков Шольца и Трампа Путину? Спрашивает зритель. Это появилось не после звонков Шольца и Трампа Путину. Оно появилось после того, как нарушили, россияне нарушили договоренность и начали бить по нам. Байден, не забудьте, Байден, кто-то в окружении Байдена или, наверное, сам Байден находится во внутреполитической логике в США. И все это, будем говорить простым языком, все это очень сильно похоже на то, чтобы Трамп встречал свою инаугурацию с огромным количеством трудно развязанных проблем, в частности, эскалацией конфликта, которые он обещал закончить за 24 сагру. Грубо говоря, это выглядит как подстава Трампа, администрации Байдена. И очень на это похоже. Поэтому, да, потому что логика никуда не девается. Через два года в Америке снова выборы в Сенат. Надо показать, что они выполняют от выборных обещаний и прочее, прочее, критики, по поводу для критики создать и так далее. Поэтому надо понимать, что это еще элемент внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах. Если бы победили демократы, я думаю, не дали бы никакого разрешения. А когда Трамп, можно подкладывать хрюшку. Ты ее подкладываешь. Что касается военного аспекта народа. В крупномасштабной войне ни одно вооружение не может изменить радикальную ситуацию. Не является геймченджером. Является только, когда весь оркестр работает. И никакая развлакция не может ничего изменить. Только системное подавление противника. Системный перебор создание преимуществ и системное подавление и уничтожение преимуществ противника. То, что для атакамцев от 200 до 300 целей в банке на российской территории, европейской части России, до которых достают атакам с 300 километров, и эти цели очень важны, это да. Поэтому это серьезный фактор. Но не тот фактор, который перенесет войну в нашу пользу, переделает, или принесет поражение России, это просто серьезный военный фактор. Если там половину этого банка вынести или четверть, это не может не сказаться на боеспособности российских, в том числе долговременной. Если аэродром накрыть, там авиацию уничтожит, долговременная боеспособность. Это не по пехоте стрелять. Поэтому, да, это фактор, фактор, который беспокоит Россию больше всего. Но их больше всего беспокоит не военные аспекты, а опять же политические. Мы же договорились, говорят они. А вы нарушили договоренность. А поскольку у кремлевских пацанов логика примерно дворовая, рыночная, период расцвета рэкета, но раз мы договорились, что вы не трогайте нашу рынок, а вы зашли и кинули туда гранату, то мы должны вам гранату в офис кинуть. Но к ним в офис они боятся, поэтому они стреляют по южмашу. Понимаете? Вот примерно эта логика происходящая. Не столько из-за военных, материальных причин, сколько вот, ну как, нарушение договоренности. Вот она, вы гранату нам, мы вам гранату. И про зрителя. Алексей, как относитесь к теории, что Байден разрешил в Украине бить в глубину России с одобрения Трампа. Таким образом, Трамп... Через день выступил крупный республиканский деятель, который сказал, что как бы Трамп одобряет. Но Трамп же тоже бизнесмен, причем с силовых позиций, он тоже торгуется. Если вы нарушили, если вы считаете, что теперь так можно, он должен быть паритет. Иначе в какие переговоры входить, если нет паритета? Он не позволит нарушиться паритета. По крайней мере, на этапе, пока он занимается этой проблемой. Поэтому вполне допускаю, что он мог одобрить. Потому что, ну, вы нарушили, нам должен быть ответ. Это лучшее средство остановиться на этом уровне эскалации и снова перейти к конструктивной беседе. Алексей, скажите, близки ли мы к завершению войны, что будет с фронтом в ближайшее время? Трамп сделает все, чтобы войну остановить. Насколько у него получится при известном упрямстве российской и украинской стороны, это очень большой вопрос. Могу сказать так, Трампу будет сложно. Просто ему не будет. Это 24 часа, это красивый лозунг. На деле, как бы, это очень сложно. Но он будет, могу сказать так, он будет делать все, чтобы война остановилась. Еще, зрители не оставят ли Трампу Украину один на один с Россией? Если будем упрямиться, оставят. Пока общезападное предложение звучит так. Украина, идите на мир, идите на мир. Да, будут болезненные уступки. Главное, болезненная уступка две оккупированные территории, не все вернутся, и второе, у вас будет нейтральный статус. Они, конечно, это опровергают, на самом деле, все. Как это лица, которые, главные лица никогда этого не скажут, но на самом деле, что мы с ней примем, она не всегда будут говорить, конечно, двери открыты, но потом через день ровно выходят другие главные лица, например, бывшие, или замы этих главных лиц и говорят, ну, это же в перспективе, а пока, вы же понимаете, какой же многократно был. Нейтральный статус и часть оккупированных территорий, но за это мы вам дадим хорошие гарантии и закидаем вооружение, чтобы вы могли там радостно обороняться. Это да, такая примерно логика есть. Есть нюансы, Россия выступает против, она очень за нейтральный статус и сильно готова торговаться и сама идти на уступки за нейтральный статус, это правда, тема, которая их интересует больше всего, но она ставит вопрос о сокращении боевых возможностей украинской армии, ограничении некоторых видов вооружения, ограничении численности и так далее. Вот это ключевой вопрос преткновения, и по нему будет договор, не территорий, а реальная боеспособность вооруженных сил Украины, сил обороны Украины после. И вот здесь придется потоптаться. Какие возможны варианты? Например, возможны финляндизации Украины. Там, условно говоря, Финляндия подписала после Второй мировой войны с Советским Союзом договор, что с территории Финляндии не будет исходить никакой тип угроз для Советского Союза. И теперь она члена НАТО. Прошло время, изменилась конъюнктура, у них всегда были сильные вооруженные силы, просто они вводили даже анти-антисоветскую цензуру, не позволяли фильмам распространяться, печатным продукциям, которые антисоветские характеры имели. Возможно, на какую-то такую систему договоренностей будут подталкивать Украину в стиле «давайте-давайте гарантии, что с территории Украины не будет исходить угроза Российской Федерации». Во-первых, это можно делать только на паритете, когда Российская Федерация дает такую систему договоренностей. А во-вторых, чего стоят договоры, мы уже с вами посмотрели, начиная с Будапештского мемората. Поэтому предстоит выработка очень серьезного механизма реальных гарантий. А лучшей реальной гарантией является опора на свои силы, и эти силы должны быть вооружены. Сильный ВПК, сильная система обороны. И ни один серьезный украинский политик, даже тот, который за мир, а таких целых я один, не пойдет на сокращение вооруженных сил. Не пойдет. Это технически невозможно. И чем раньше российская сторона это освоит, тем лучше будет для дела мира и восстановления каких-то там отношений. Если не добрососедских, кто хотя бы соседский. Да, нейтральный статус, я считаю, да, это вариант, но при этом мы должны быть сильными. Нейтралитет стоит дорого, и его обеспечивают только сильные вооруженные силы. Хотите нейтралитет, вы должны понять, что прямым следствием нейтралитета является сильная система обороны. Угрозы могут исходить для нейтральной страны не только от Российской Федерации. И что тогда? Нейтралитет это очень дорого. Дорого. Во всех смыслах. И первое, это сильные вооруженные силы. Все нейтральные страны очень сильны в военном отношении. Это логика. Иначе они не выживают. Поэтому российские требования противоречивы, они продуманные. Вы должны быть нейтральными и слабыми. Здрасте, ребята, это как? А когда на нас нападет кто-нибудь другой, вы нас будете защищать? Ну, при этом, смотри, да, неблоковый Израиль имеет такую поддержку Соединенных Штатов, Франции, Великобритании, да, когда сбивают ракеты иранские. Да, потому что система зависимости и взаимных интересов такая, что американские и британские самолеты взлетают и французские избивают. Французы нет, потому что там сложные отношения к палестинской проблеме, а британцы и соединенные. Хотя Израиль не член НАТО. Поэтому НАТО далеко не панацея. Далеко не все члены НАТО уверены, что НАТО за них будет воевать, а вот за нейтральный Израиль воюют. И за нейтральную Корею рассказывают американцы, что мы применим все, в том числе ядерное оружие защищая Южную Корею. Поэтому не в статусе дела, а в реальном, формальном, а в реальном содержании гарантии. Для этого надо глубоко интересы. Причем для Украины лучшая система интересов, это когда у нас представлены интересы глобального юга, причем ключевые. Ну, представим, в земле. Наши железные дороги активно эксплуатируются Индии для доставки своих товаров в Европу и европейских венди. Часть наших портов в аренде у китайцев. Арабы засеяли, взяли агрохолдинги, засеяли часть Украины своей продукции, потому что арабы живут с нашего хлеба. Насколько Российская Федерация будет легче бить по портам, где китайские грузы, китайские представители, китайские грузы, наносить удары по железной дороге, которую индусы эксплуатируют, и ехать танками и минировать поля, на которых арабы выращивают зерно. Вот это гарантии получше, чем вступление в НАТО, поверьте. Об этом нужно говорить. И параллельно, конечно, нам нужно первое отношение с ближайшими соседями, ключевые из которых Польша и Румыния. Там наша сила. А второе, это в том числе интеграция ПВПК, по многим другим параметрам, инфраструктурная и прочее, энергетическая. А кроме того, нужно подписывать, интенсивнейшим образом взаимодействовать с ЕС и НАТО, в том числе и в деле укрепления совместной системы безопасности. Но для этого систему безопасности нужно создать сначала в Европе, в Восточной. Я говорил о ней еще полтора года назад, сегодня о ней заговорили знаковые фигуры, тот же Путин год назад заговорил, чуть-чуть меньше. Просто так и звучит. Новая система коллективной безопасности. Говорил об этом Макрон, многие заговорили. Но то, что продвинулись, то, что она необходима, да, но никто не предлагает пока действенного механизма. То есть нету чертежа. Все понимают необходимость, нету чертежа. То есть процесс очень большой. Единственное мое возмущение глубокое, мое персональное, заключается в том, что а вы остановите войну и переговариваетесь. Зачем стрелять? Зачем гибнут люди с обеих сторон? Остановите войну и сколько угодно выстраивайте параметры. Прекратите боевые действия, выстраивайте параметры договоренности и сколько угодно. В мирное время. Тем более, что в мирное время это делать гораздо легче. Градус не тот напряжение. И когда политики до этого дозреют, это большой вопрос. Появилась информация об участии немецких усидов на стороне Российской Федерации после северных корейцев. Что дальше? Кубинцы, венесуэльцы, иранцы? Кубинцы были, были. Венесуэльцы были, иранцы были и так далее. Но они нам в ответ могут сказать, что у вас численность корпуса иностранного легиона в начале войны было 25 тысяч человек. Иностранцы. Несколько тысяч колумбийцев воют и так далее. «Почему мы не можем привезти несколько тысяч корейцев?» говорят они. Это интернационализация войны как следствие развода сторон по полюсам. Они считают, что мы прокси глобального запада и присылают прокси глобального юга для того, чтобы повоевать с глобальным западом. Ну окей, ничего не решают. Эти корейцы, иностранцы, иранцы, ничего не решают. Продукция, которую Корея поставляет, да, это куда важнее, чем более в таком количестве. Сколько там ГУР называют? 11 тысяч? Ну хорошо, 11. Ну что это такое? По нынешним меркам это вообще не о чем. Интересует мнение Алексея об интересах Турции или Эрдогана в Крыму. Есть ли вероятность великана или нет захват подчинения Крыма Турции ей? Захвату России? Ну да. На данном этапе историческом точно нет. У нас, если к нам вернется, точно нет. Турки не будут ломать себе международное положение только из-за куска территории. Честно говоря, Крым очень сильно переоценен. Ну что такое Крым? Это дотационный регион, производства там нет практически серьезного. Он сам себя не окупает. Россия не использует его как военную базу и пытается сделать из него курорт. При Украине это был преимущественно курорт для стран СНГ. Он символическое значение имеет очень большое. Но содержательного как бы это не было якорем на шее крытый Крым. Поэтому Турции он-то точно не нужен. Связанности с Крымом никакой, только через море. Поиметь ли врага в лице Украины и Россия, скорее и Украины и Россия, отобрав Крым, ни один серьезный политик на это не пойдет. Забыли лица о крымских татарах, которых в Крыму 350 тысяч. Я не знаю, знаете ли вы или нет, но 10 миллионов крымских татар живут в Турции. Каждый седьмой или восьмой турок крымский татар. Пример. Ну, 10-й для усредненности возьмем. Поэтому, более того, их премьера там был недавно, крымский татар. Поэтому и этих крымских татар, они в основном себя, они, конечно, связаны с Крымом, он имеет большое символическое значение, но точно не для того, чтобы Турция проводила политику его захвата. Да и как вы представляете, государство НАТО захватывающее, захватывающее, в современном мире территорию независимого государства признанного, Украина в данном случае. Можно сказать, что они у греков захватили северный Кипр. Кипр, во-первых, независимое государство, хотя и прогреческое было, и не член НАТО. А во-вторых, с тех пор время прошло, и Турция это очень долго помнит до сих пор. Турция под санкциями находится. Я не думаю, что это возможно в ближайшее историческое время. Вопросы о Швейцарии. Сергей пишет прямо сейчас в комментариях. Все забыли про те, кто за границей. Консульские услуги возобновят ли в случае отмены военного положения? Нашими соотечественниками за границей, которым и я принадлежу на самом деле, а там каждый третий украинец как минимум сейчас, государство Украины обошлось максимально по-свински. Причем это какое-то удивительное и очень порочное единодушие. Что власть заявляла, что украинцы, граждане второго сорта, позволяла себе такие заявления о самое главное действие? Отказываю, антиконституционный отказ в предоставлении дипломов консульских услуг. Это вообще против Конституции, собственно говоря. Что оппозиция? Там записывала их люди второго сорта, сбежали, трусы там и так далее, и так далее. Мою позицию вы знаете. Первое, надо не просто возобновить консульские услуги, а увеличить штат людей. 12 миллионов украинцев, а хорошо, от 9 до 12 за рубежом. Консульство, существующая дипломатическая сеть физически не в состоянии оказывать услуги своевременные качества. Поэтому я бы увеличил в три раза аппарат или в пять, столько, сколько надо, чтобы украинец, который пришел туда, не стоял в очереди больше 15 минут и любезные и хорошие люди давали ему полный пенсион. Это все наши, для меня все наши вообще. А во-вторых, в-третьих, вы мою позицию знаете. Амнистия для всех, кто оказался за рубежом, даже если он оказался незаконно в ходе войны, буквально сбежал через ТИСУ, заплатив деньги. Потому что система вызовов, стоящих перед Украиной после войны, и первый среди них демографический, не позволяет нам пробрасываться вообще никем. Все наши. Все наши. И вот эти разговоры, что мы заставим Европу силой вернуться, или по крайней мере мужчины, это настолько дикое нарушение прав человека, что только травма войны не позволяет всерьез понять, что это такое. Немножко замылен глаз. Это позволяет себе официальные лица, оппозиция, все эти там блогеры, переблогеры, вся эта партия войны, которая пишет их в каждого третьего соотечественника записывает в человека второго сорта. Меня это глубоко возмущает. Моя позиция известна. Я вступался за них, вступаюсь и буду вступаться. Мой лозунг, политический лозунг, я иду на выборы, это полная амнистия всем украинцам и помощь всем соотечественникам за рубежом. Конечно, я буду делать все, чтобы в Украине были созданы условия, чтобы люди возвращались, но люди сами выбирают, где им жить в 21 веке. И мы не имеем права им диктовать. Мы можем попросить, предложить, создать условия. Если соотечественники захотят остаться за рубежом, я думаю, что таких будет много, несколько миллионов, так точно, или как минимум жить на две страны, и, внимание, вопрос, должна ли Украина их поддерживать? Конечно. Мы уже давно распределенная нация. Сегодня за пределами Украины живет людей с украинскими паспортами либо этнических украинцев больше, чем в Украине, я уверен. Две трети украинцев за рубежом. И до войны было 18 миллионов украинцев в этнических западах. Поэтому Украина должна сделать все, чтобы эти люди чувствовали связь с Украиной, с украинской культурой, с государством и всемирную поддержку. Поэтому, дорогие соотечественники за рубежом, каковым и я являюсь уже почти полтора года, точно, я один из вас, но я собираюсь вернуться в Украину. А вы даже если останете, Украина про вас будет всегда помнить. Настолько, насколько я смогу на это влиять, Украина всегда будет вас помнить и всегда помогать. Поэтому все наши, с паспортами, без паспортами, все, кто ассоциирует с Украиной или хотя бы частично хочет иметь связь с Украиной, Украина будет защищать. Все очень просто. А вот этих товарищей, которые рассказывают, что люди второго сорта, мы с них еще спросим, подождите. Алексей, зачем в информационном поле появилась басня про разделение Украины на три части? Кому это выгодно, спрашивают зрители? Ну, а вы заметили, что таких басен очень много? Про передвижные крематории, про геноцид украинцев, про все остальное, пятое, десятое. Это элементы эскалации с нашей стороны. Это информационная эскалация в ответ на российские басни про разделение ядерного пожарища на место Украины. Это эскалация с нашей стороны. Вот посмотрите, с кем мы им делали. Они баллистической ракетой по нам ударили. Они хотели всех загеноцидить. Они хотели всех расстрелять. Они сейчас хотят расстрелять и поделить, и прочее, прочее. Есть ли у России такие планы? Конечно. Среди кучи планов есть и такой. В России, как и везде, очень много городских сумасшедших. Как у нас, Дугины всякие там и прочее, прочее. Как и у нас, собственно говоря. Одни стоят других. Но только интеллектуально нечестно показывать с украинской стороны кого-то умного и разумного, а с российской показывать Дугина и Хлобыстина и говорить, ну, посмотрите, как с ними можно иметь дело. Да. Есть ли в России те, которые хотят дойти до Львова? Да. Есть ли те, которые хотят весь мир в труху? Да. Есть ли те, которые хотят ядерный удар по Вашингтону? Да. А они определяют политику России? Они принимают хоть какие-то решения? Точно так же, как у нас эти крикуны. Они чатся влиять на решения и принимать решения политические. Но им, слава Богу, не давали пока. Ни у нас, ни у россиян не давали пока. А политика всегда остается, первое, рациональным в конечном итоге. И второе, она в интересах большинства организовывается, а не крикливого меньшинства. А крикливое большинство не предполагает никакого раздела России, вернее, разумные люди, ориентирующиеся на мнение большинства, потому что они понимают, что это технически нерешимая задача. Я вам больше скажу. В России сейчас зреет интересная точка зрения у умных людей. Когда Кириенко две недельки назад, по-моему, доложил, что это по российским чатам видно, когда читаешь внутреннюю переписочку, Кириенко, говорят, отчитался, сколько потрачено на оккупированной территории с 24 февраля до 22 года. Цифру называли в 160 миллиардов. 160 миллиардов чего? Прямых и косвенных расходов. Долларов. И все это ушло как в песок. Да, немножко отстроили Мариуполь, там где-то какие-то эти самые, но на самом деле это огромные разрушенные территории, засеянные неразрывавшимися боеприпасами, где невозможно, например, нормальное ведение сельского хозяйства. Это разоренное и озлобленное население, это разрушенные города. И у них начали задавать разные умные люди, задаваться вопросом, слушайте, а может отдать все эти территории Украине? Ну, Крым они не отдадут, это для Путина сакральная вещь, огромное символическое значение. А представьте себе, что вот они нам отдали все территории. Кто будет эти 120 миллиардов вкладывать в год? 120. Это государственный бюджет Украины. То, чтобы просто поддерживать, я уже не говорю, восстанавливать и развивать эти территории, это очень нетривиальная задача. А если нам будут отдавать, мы же не сможем не взять, правильно? Поэтому у них очень простой способ повесить нам камень на шею такой, что никакой анатоном не поможет и не ест. Просто вернуть эти территории. Другое дело, что они идиоты, и умные люди в массе своей, умные люди не победят, там, скорее всего, и не смогут предложить это решение. Но если бы они на это пошли, ох, друзья, как нам стало бы весело. Мы не будем... Поверьте, у нас такое количество долгов, что совершенно непонятно, как будет из них вылазить оставшаяся Украина, неоккупированная. Если нам вернуть еще оккупированную разрушенную территорию, это катастрофа будет. Поэтому я вам скажу, что еще большой вопрос, как бы, да, они имеют возможность, они считают, как нас обессилить и ослабить. У них прекрасная возможность нас обессилить и ослабить, вернуть оккупирование. И все, это жернов, которые мы не разогнемся. Есть, конечно, отдельные варианты, но это не для публичного эфира, как нам можно разогнуться, использовать их, но это непростая, нетривиальная задача. Поэтому все очень еще неоднозначно в этой войне и уж точно неоднозначно в послевоенном регулировании. Очень много чего может измениться, самые смелые решения, которых мы даже не подозреваем, еще могут состояться и прочее, прочее. Поэтому надо быть умнее. Вот если сейчас кто-то в Москве бы вышел и сказал, отдаем. Все, кроме Крыма. Многие украинцы восприняли бы это что? Как тотальную победу. Нифига себе, вернули все оккупированные территории практически. Потому что люди очень сильно привыкли реагировать на символы, за которыми стоят очень много эмоций и не привыкли считать. Считать. Далеко. Во что обойдется, например, возвращение оккупированных территорий. Нет, так все равно цель стоит. Да, цель стоит. Поэтому, поэтому, да, поэтому мы находимся в очень сложном положении, очень сложном положении и от нас требуется мудрость. Вместо этого государство и политические классы, те, которые называются города-оппозиции, разбрасываются украинцами. Как бы, да, записывают людей в люди второго сорта, сокращают нам этот сам, сокращают им помощь, да, в общем, мы щедро так разбрасываемся, что людьми, что... Вопрос, люди или территории, до них давних пор это была контрреволюционная постановка вопроса в Украине. Ну, хорошо, сегодня уже даже политики произносят, люди или территории, и однозначно, пока Украина выбирает территории. Вот, смотрите, территории мы хотим вернуть, мы укладываем десятки тысяч людей в боях за территорию, а вопросы о людях никто всерьез еще не ставил. Ну, подожди, недавно задали вопрос президенту Зеленскому о том, что вопрос до оккупации Крыма военным путем, он сказал, вы хотите, чтобы мы положили десятки тысяч, нет, есть другие. Но ваш покорный слуга был записан в предателе год назад именно за постановку такой вопроса, и не я один. Есть люди, которым уголовные статьи навешали, мне навешали полицейские уголовные статьи, не прямые, а им навешали прямую статью пособничество, противнику, оправдание, российской агрессии и так далее, и так далее. Вот теперь президент ставится вопрос так сам. Можно задать вопрос ему, например, хорошо, а с кем туда, если дипломатическим путем с кем переговариваться, вы же запретили переговоры с Путиным именным указом. Ну, видимо, в прямых переговорах с Путиным есть же пример зерновой сделки, когда через органы... Ну, так это начинается, понимаешь, начинаются эвфемизмы, да, и там, кто-то в тюрьме сидит за это, а кто-то под приговором ходит, впоследствии на кто, кому-то можно. Но это отдельный вопрос. Я, по сути, хочу сказать, без фамилии сейчас. Сейчас суть простая. Вопрос, люди или территории, он поставлен уже войной. Поставлен. Его можно запрещать, можно наказывать за его, но он стоит, и с ним ничего не сделаешь. И всерьез никто не говорит, что Украине нужны люди. Все гоняются за сакральным призраком территории. А вот я говорю, нам нужны люди прежде всего. Мы с оккупированными территориями остаемся крупнейшей страной Европы, с огромным потенциалом. А потенциал могут эксплуатировать и развивать только люди. А людям нужна справедливость и развитие. Справедливость и развитие. Всего того, чего лишена Украина в силу текущих обстоятельств. Ни справедливости, ни развития. Сейчас мы обсудим через несколько минут буквально заявление президента Зеленского в шансах закончить войну в следующем году. Но перед этим я хочу рассказать, что за сбор стоит у нас под прямым уйтиром сейчас. и он тот же самый будет, что у тебя завтра под видео. Это сбор на Mavic для 28 ОМВ. Да. Мы собираем 28-й. Она сражается на очень... на подразделение, которое сражается на одном из ключевых, важнейших сейчас направлений. Там давит превосходящие силы противника без Mavic, как и без рук. У меня убедительная просьба. Я понимаю, что сейчас экономическое положение у всех очень сложно. Гораздо более сложно, чем год назад, например. Но все-таки, если вы все еще донатите, обратите внимание на это, потому что это ребята в самом пекле находятся. И когда они отражают превосходящего противника без беспилотников, это технически очень сложно делать. Вы очень сильно им поможете. Друзья, пожалуйста, давайте поддерживаем каждый... Фраза банальная, но размер доната не имеет значения. Почему это важная фраза? Потому что кто-то говорит, ну, у меня сейчас нет там сколько разбросить значительной суммы. что даже 10-20 гривен имеют значение... Они не просто имеют значение. 85% донатов это 25 гривен. 20-25 среднее значение. И из них и собираются, да, все эти там 200-300 тысяч. Поэтому, когда вам кажется, что 10 это мало, зачем я это буду делать? Нет, 10 как раз и набирают все это и спасают. Так, мы идем дальше. Здесь нажмите лайк, если еще не нажали. Президент Зеленский заявил, что Украина имеет все шансы закончить войну в следующем году. А в январе должны быть понятны предложения новоизбранного президента США Дональда Трампа по завершению войны. Цитата. Я уверен, что у нас есть все шансы в следующем году это сделать. Имеется в виду закончить войну. Есть соответствующие шаги. Для этого мы понимаем, что Россия на все эти шаги не пойдет. Но есть устав ООН и все наши шаги, мы вынесли на обложку нашего сегодняшнего прямого эфира. 2025-й, значит, окончание войны или начало Третьей мировой. Тут скорее сначала отсылка к словам президента Зеленского о том, что есть все шансы. Вторая часть это отсылка к словам Залужного о том, что Третья мировая уже началась. Ты как бы скорее помнишь? Залужный генерал, он мыслит в военной логике, правильно? Появление его на полигоне, где он выступает перед украинскими военными в форме генерала армии Украины, заявил, что война идет, мы должны набираться мужества, сражаться и так далее. Вообще у него такая алармистская военная риторика в последнее время. Но и понятно, его как генерала беспокоят военные будущие Украины. Он сказал там несколько ключевых вещей, которые звучали так, что Европа потеряла возможность сама. Мы потеряли возможность сами отражать агрессию за это время, а Европа не собралась. Ну, не собралась, не развила военный потенциал, не используете три года как следует и так далее. Поэтому военная опасность большая. За этим маячат очень простой вопрос. Ну, хорошо, вы говорите о гарантиях. А какие реально материальные гарантии в этом дадите? Ну, материальные. Если Корея производят, как сегодня заявил кто там, заявил, что Корея производит за три месяца столько вооружения и военной техники, сколько Европа за год. Ну, так же невозможно. Это же не паритетная вещь. Другое дело, что по этому заложенному можно понять. Генералы рассуждают по-генеральски. Теперь мы смотрим на это все с точки зрения политиков президента того же. Да, есть заявление, вернее, есть желание сторон закончить. Трамп обещал это на предвыборной кампании. Он реально объявил, что во внешней политике это будет период без войн, по крайней мере, для американцев. И он всерьез собирается это выполнять. Но это, мягко говоря, неоднозначная, как мы говорили вначале, неоднозначная решаемая задача. У России есть свои взгляды на эти вещи. У нас есть свои взгляды на эти вещи. Мы считаем любое, любое заявление со стороны нашего военно-политического руководства. Любая ситуация, где Украина неоднократно теряет территорию, неприемлема. Ну вот как мирить? Американцы, все спикеры, серьезные, те, кто влияет на принятие решений, те, кто обеспечивает общественное мнение, соответствующую поддержку республиканцев, они прямо говорят, да даже европейцы, которые до сих пор Трампа называют чудовищем и фашистом в своей прессе, несмотря на его победу, они, левое издание, они все равно говорят, что до Украины неизбежны территориальные уступки. Вопрос, как будет решаться эта дилемма? Если нам будет навязывать мир с территориальными уступками, а мы категорически не хотим, мы можем сопротивляться сколько угодно и стоять в героической позе, но поскольку 80% наших усилий в войне обеспечивают США, а потом Европа, то достаточно вот так сделать с краником чуть-чуть и там конец, валится фронт, а дальше события начинают развиваться неуправляемые, в том числе во внутренней политике. поэтому с другой стороны у нас уже прозвучали заявления, что мы не дадим мириться никаких территориальных уступок и так далее, некоторых околовоенных деятелей на прошлой неделе. Поэтому как бы это сложнейшая дилемма, совершенно непонятна точка перехода к миру пока, никто ее не может назвать, нет архитектуры, есть желание, архитектуру предстоит еще строить, и как мы видим, она строится в основном через риторику эскалации пока. Другое дело, что существуют объективные причины. В Российской Федерации действительно сложное экономическое положение, это прямо говорят российские официальные лица. Это не пропаганда, ничего, там вот форум был, который недавно проходил на Урале, там такое количество заявлений панических со стороны всех этих красных директоров, вырабатывающих вооружение, что как бы ну хорошо, ну средина 25-го, а дальше мама дорогая, конец 25-го, ну на год у них есть потенциал, у нас есть определенный потенциал, даже при прекращении помощи мы можем доехать до июля, где-то, я так понимаю, судя из разговора с экономистами, экономическими экспертами, а дальше, возможно, будем сокращать зарплаты бюджетника, вы представляете внутренний эффект от сокращения зарплат бюджетника, например, военных, поэтому и мы, и они выдыхаемся, три года интенсивной войны, это очень хорошая история, но у нас, у нас есть то, чего нет у россиян, у нас есть прямая поддержка со стороны западной, экономическая, для соц, выплат, для всего остального, для военных, пока. Значит, ключевым вопросом устойчивости Украины во время переговоров и торга, выстраивания архитектуры является поддержка партнеров. Пока мы заявляем позиции, которые категорически расходятся с поддержками партнеров, это долго не может быть такого, и совсем не может быть, когда один из этих партнеров перестанет быть выигравшим президентом, а станет действующим президентом, Трамп. И он поставит вопрос очень жестко, или реалполитик, в том числе с территориальными уступками, и так далее, но за это вы получите бонус, или я, не знаю, одно, ну один раз я предложил, но два, но если предложение не подействует, наверное, он будет сокращать помощь. Поэтому ставки очень велики, и для нас ключевым условием устойчивости является сохранение отношений с партнеров. Значит, им нужно что-то предлагать. Ничего серьезного с моей точки зрения мы пока, увы, не предлагаем. Мы предлагаем набор лозунгов, как их не называют, план и так далее, где все, основная лозунг не сгибаемость и не пяди украинской земли. Потом мы делаем заявление, что, наверное, да, все-таки дипломатическим путем, чтобы не укладывать десятки тысяч. Потом еще что-то. У нас позиция очень неровная, а у Трампа она еще не выработана, а россияне еще думают. Поэтому, да, войну, скорее всего, будут заканчивать в следующем году, но это такой комплекс работ надо произвести, что пока никто не знает, как всерьез к этому подступиться. Что меня бесит, я повторюсь еще раз, да прекратите стрелять и вырабатывайте этот комплекс сколько угодно. Неужели вы не понимаете, что стрельба усложняет выработку этого комплекса? О какой системе коллективной безопасности можно говорить, когда все еще друг друга стреляют, да еще баллистическими ракетами? Мы в них, а не в нас. Ну, как бы очень простое дважды два, но до политиков очень долго доходят, как и до людей. Только разбитые, как это Салтыков Щедрин говорил, не умом, но поротой задницей зарабил мужик, поумнел мужик, понимаете. Что нужно прикрутить, чтобы посыпался фронт российский? Поставки. Российский? Российский. Надо прикрутить поставки с Северной Кореи, но даже без этого Россия, как огромное государство, обрабатывающих, где ВПК работает днем и ночью, сможет продолжать. У России сейчас другая проблема. Висков вчера сказал, мобилизация не предвидится, и мы не будем ее проводить. Оно и понятно почему. Потому что прошлая мобилизация имела очень тяжелые социальные последствия для России и резко привело к буквальному росту количества противников войны, людей, не одобряющих войну. Они по социально-политическим внутренним причинам не хотят идти на мобилизацию. А те 35 тысяч, которые они нагребают по контракту, а это примерно число выбывающих из строя каждый месяц убитыми и раненными, заболевшими, дезертирами. Поэтому они позволяют только держать численность вооруженных сил. Напоминаю, что наше официальное руководство заявляло, что планы российской стороны до Нового года создать 650 тысячных группиров. Сейчас в Украине 540. Еще где-то 40, это по периметру подразделения Росгвардии, которые охраняют российские территории на северных границах Украины и на южных России. Не удалось довести, потому что система контракта не позволяет, там постоянно повышается, вот тут они позволяют интенсивно увеличивать численность вооруженных сил. Только поддерживать. А без интенсивного увеличения невозможно решить ключевые задачи, например, зимней кампании, взятие Донецко-Луганской области полностью, Краматорско-Славянско, выходы к Запорожью и так далее. Да, они атакуют, да, положение там, линия фронта выглядит как система котлов, которую для нас организовали. Да, все непросто, да, они медленно продвигаются, но это продвижение невозможно интенсифицировать. Может, при битве за крупные городские агломерации, Константиновка, Дружковка, Краматорско-Славянск, это вообще нерешаемая задача. Им нужно где-то взять 1200-300 войск, то есть половину существующей группировки, чтобы решить, и задачи решить, а их нет и не предвидится. Поэтому вполне может быть, что на каком-то этапе аварийный фронт будет выглядеть так, он тормознется или будет очень медленно двигаться, очень медленно, потому что мы проводим свою мобилизацию, так или иначе, там пополняем пехоту и очень некачественные ныне уже, потому что ее плохо мобилизуют и плохо обучают, но вытормаживать фронт и оно перейдет в плоскость обмена воздушными ударами, там просадки энергетики, света и так далее, как единственного сильного военного аргумента, который остается. А фронт может вполне начать замирать медленно-медленно в той или иной степени. Поэтому начнется война городов, это все проходило и ран, и Ирак во время своей войны. Сначала интенсивнейшие битвы на фронте, а потом, когда все выдохнулись, началась тупо война городов, закидываются ракеты. И именно этого система договоренностей предполагала избежать, насколько я понимаю, потому что на фронте воюем, а по энергетике и критической инфраструктуре не бьем, особенно зимой, обе стороны. Война может деэскалироваться через систему, об этом сам Зеленский говорил, через систему постепенного набора договоренностей. То есть уменьшение ущерба сопутствующего. Не бьем, перестанем бить по энергетике, мы по их нефтяным заводам, потом по военным базам. Сведется война только к войне на линии фронта, например. И так далее. Потом еще отдельные участки. То есть есть, и Трамп уже говорил, что и говорили, и Трампу присваивали слова, что будут вводиться какие-то миротворцы и так далее. Это все. В мире есть целый пакет решений по разведению сторон. И есть, можно придумать новые решения, они называются, в моделях там, моделируются. Главное понять нужно следующее, что стороны пока не хотят останавливать войну. Все говорят об остановке войны, но не хотят. Украина и Россия не хотят останавливать войну. Они хотят в перспективе, да, они с удовольствием рассматривают. На практике этого нет, потому что тогда бы она завтра прекратилась. Даже не войну, а ведение боевых действий. Просто приостановить, хотя бы на время переговоров. Единственное, кто всерьез этого хочет, это Трамп. Ему и карты в руки. У него инструментов, с одной стороны, достаточно, с другой стороны Украины. Даже Украина, тотально зависящая от американцев и Запада, все еще суверенное государство, которому не так просто навязывать решение. Иначе вы давно навязали примирение еще прошлой весной. Поэтому это очень нетривиальное желание. И будем разделять желание, намерение и практику. Посмотрим, как эта практика будет разворачиваться. Это непросто. Вопрос от зрителя. Что Алексей думает о выдаче ордера на арест израильского премьер-министра Нетанья Агу международным уголовным судом? Не кажется ли ему, что таким решением суд дискредитировал и себя, и свое прошлое постановление о выдаче ордера на арест Путином? Ну, они, правда, выдали разрешение на арест Хамаса, лидера Хамаса, международного ордера. То есть, типа, как бы, всем сестрам по серьгам. Но это дилемма, которая явилась с отражением частной дилеммы в Израиле. В дилемме, помните, Израиль перед войной трясло, там демонстрации ходили, 150 тысяч с одной стороны, 150 с другой. Потому что Израиль поперся в тупик развития и стал вопрос о том, что юридическая система в стране настолько сильна, что стал вопрос, что она может блокировать и отменять политические решения. Стал вечный вопрос, закон выше политики или политика выше закона? Вот у меня простой вопрос для зрителей. Вы как считаете? Вот я считаю, что политика выше закона, потому что политики создают, формируют политические системы, а политические системы формируют юридические системы. но только это не надо понимать как не 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 подвластность политика в закону но главы государств всю дорогу вестфальской системе созданы 17 века который мы живем были неприкосновенными фигурами по крайней мере все то время пока они главы государства и глава воюющего государства и его министр обороны записывается международные военные преступники на секундочку на секундочку есть много шуток в интернете как бы выглядела вторая мировая война если тогда был международный сутусь и черчиль был разные сталина кто там еще он стали бы преступниками международным вот но правда для справедливости гитлера еще бобили международных преступников поделившись с гитлером больше не бывает и преступникам уже тогда на вами санем я бы всех по записать а всех лидеров боющих сторон просто записали бы военные преступники вот туда же я представляю что сказали бы эти лидеры международному суду поэтому это очень необычная ситуация которая пр dudана который предстоит отреагировать всем политикам мира, и они разделились. Например, ни Россия, ни Китай, ни США, ни Израиль никогда не признавали Международный суд и ограничения, которые он накладывает. А вот Европа признает, а Трудо вообще вышел канадский премьер, сказал, ну, будет лететь над нами, придется арестовывать. Поэтому как бы это очень такая... Это показывает, в каком сумме противоречия оказалась политическая система мира и международных отношений. Почему? Потому что она была создана по результатам Второй мировой войны. И ООН, его главный институт, Международный уголовный суд это часть системы ООН. Ее кто только не критиковал, но вместо нее никакой другой нет. Но она со многими задачами не справляется, а многие проблемы сильно проблематизируют. Например, можно ли выдавать арест на действующих лидеров? Хорошо, выдали на Путина, а теперь вот попал Израиль. Эстернизированное про западное государство. Поэтому, как эта дилемма будет разрешаться, совершенно непонятно. Понятно, что Натальякова может просто никуда не ехать, остаться в Израиле, или ездить в арабские страны, в тот же страны глобального юга, спокойной себе. Кроме того, Израиль – ядерная держава. Не так просто арестовывать лидера ядерной державы. Ну, они не признаются, но мы же все понимаем. Поэтому, как бы, кроме того, сильно в военном отношении державы. Поэтому, ну, мне не нравится то, что политика превратилась в набор пустых, ничем не обеспеченных заявлений. Причем это касается всех. Россиян со смешным орешником, Международный уголовный суд со смешным ордером, да, что он россиян, что на Путина, что на этого сам. Это почему? А политика Украины все 33 года такая, все 34. Мы ставим, вечно заявляем хотелки, которые мы не в состоянии обеспечить, даже 5%. А это показывает что? Безответственность политики. Безответственность политики приводит к войнам и к такому бардаку, который сейчас в мире творится. Я бы, как бы, как это, хочется призвать все стороны к большей ответственности. Но не можете вы арестовать Натаньягу, технически вы не можете этого сделать. Нафига вы это все декларируете? Зачем? Для декларации. Несколько вопросов еще хочу успеть сегодня. Может ли Украина, спрашивая зрителей, разобрать Атакамс на детальки и попробовать смастерить аналог или же просто запросить чертежи у американцев для запуска собственного производства в обозримой перспективе? У нас 33 года разрушалась техническая школа. Начиная с профтехобразования, заканчивая инженерными школами. Люди выдавливаясь, ликвидировались. Специальности технические были максимально непрестижные. Вы хотите, чтобы мы после этого сложные ракеты собирали? Вопрос такой индивидуальный. Тоже вынес на эфир. Необходимо провести месяц с тяжелыми токсичными родителями, пишет зритель. Какой ваш курс посоветуете, чтобы пережить и, возможно, улучшить к ним отношения, вырасти над собой? Домашку прямо на них буду делать. Очень нужен ваш совет по курсу, который поможет. Возьмите семинар, который называется «Безжалостность». Там вот ровно про это. Давно хотел спросить, что вы думаете о психологической образованности и осознанности как молодежи, так и взрослых людей в стране. Не кажется ли вам, что большая часть населения достаточно психологически непросвещенная и нарциссична? Спасибо. Мне давно это кажется. Не просто кажется, это я технически наблюдаю. Современным людям надо обучать основам психологии, так же, как основам финансов, например, основам чего-то, жизнедеятельности как таковой. Потому что мозг современного городского, да и не городского человека, особенно вот с этими штуками, которые грузят разными новостями, давно уже нуждается, современный человек нуждается в регулярном осмотре у психолога, психотерапевта, как у стоматолога. Потому что зубы портятся, а уж как мозги портятся от всего этого информационного вала, который идет в стране. Просто мы не приучены. На Западе это давно норма, когда ты периодически раз в полгодика захаживаешь, это даже без кризиса, даже когда у тебя все хорошо, захазываешь на проверку. Просто потому что, по одной простой причине, потому что сознание подвергается ненормальной нагрузке психик. И она с каждой минутой растет. И повышение психологической грамотности населения встанет как тема непреодолимой перед нами после войны, когда пружина разожмется и у гражданских, и у военных. И мы поймем, что, как говорят специалисты, неоднократно всеуслышание, специалисты-психологи с дипломами. Практикующие говорят, что в Украине в буквальном смысле нормальных людей сейчас нет. Не может быть человек нормальным, три года под обстрелами в стрессе. Психически нормальных. Это не значит, что все сумасшедшие, но это значит, что психика находится в болезненном состоянии, около патологическом. Синдромы возникают и так далее. Не нам всем это предстоит понять. Когда война закончится, а пружина депрессии и тревоги начнет выпрямляться. Возможно, это подтолкнет нас к пониманию места психологии в индивидуальной коллективной жизни, необходимости образования, создания системы психологической реабилитации, как для гражданской, как для военных, помощи. Я надеюсь, это как это, опять же, не умом, но поротой задницей мужик сообразит, что психологией надо заниматься, ее места в нашей жизни больше, чем до сих пор нам казалось. Следующий вопрос от зрителя. Почему не могут открыть границы, как Израиль, например? Потому что вторая республика украинская, кстати, мало кто знает, но в Корее было период в 56-м году, по-моему, они вторую республику официально ликвидировали, еще делили третью. Поэтому этот термин не просто Юрий Романенко принадлежит, он имеет историческую подоплеку. Вторая украинская республика — это УССР-2. Только она унаследовала все самое порочное, а ничего хорошего, хорошее не развила и потеряла. Поэтому как она реагирует, как советская бюрократия, постсоветская бюрократия типичная. Запретить. Никому в мире не приходит в голову запрещать в развитых странах, к образцам которых мы стремимся, или в организации типа ЕС и НАТО, куда мы стремимся даже во время войны запрещать людям перемещение. Потому что свободное движение людей и товаров и услуг — это еще в декларации прав человека, и это является основой жизнедеятельности таких систем, как ЕС и НАТО. Например, Израиль, Корея и так далее. Союзники. Вестернизированные государства Азии тоже к этому принадлежат. В голову никому не приходит. Это нарушение прав человека. Там правительство и суд разнесут на части. А у нас, да, поскольку мы постсовок, мы решили, как бы там, да, что нет, вот запретили и все. Это чудовищная вещь. И если бы украинцы были грамотными, они бы забросали Европейский суд по правам человека соответствующими исками. И это было бы... Ну, поскольку все безграмотные запуганы, никто этого не делает. Вот. Опять же, юридическая грамотность населения, знание своих прав. Но я думаю, что откат будет страшный после войны. Когда вот люди перестанут бояться, что за попытку пискнуть в защиту своих прав или чужих тебе вручат повестку в зубы и отправят умирать в посадку. Но начнется откат, по крайней мере, электоральный откат очень сильный. И тем, кто запрещал, поддерживал, выступал за этот запрет, будет... Им придется испить горькую чашу своих заблуждений. А я уж постараюсь сделать, чтобы эта чаша была как можно глубже и как можно горьче. Потому что для меня это вопиющее нарушение прав человека, чудовищное. И более того, это основной демотиватор. Ведь как вводился запрет? Если мы сейчас откроем, то все разбегутся, некому будет воевать. Но в результате получилось, что люди демотивированы тем, что они поняли, что никаких прав нет, им не за что воевать, что они в клетке сидят. А как говорил маршал Маннергейм, который выдержал примерно такую же атаку огромного Советского Союза, не Россия, а Советского Союза на свою маленькую Финляндию, он говорил, что прежде чем от людей требовать защиты своей страны, нужно создать такую страну, которую им хочется защищать. И вот этот запрет, это как раз и был основной, выбит, основная опора в деле веры гражданина, что он защищает страну, в которую стоило бы защищать. Это породило нелояльность огромного количества людей к собственному государству. Второе по масштабам преступления было преступление, я иначе не могу это назвать, это было то, что мобилизацию проводят военные, потому что люди начали бояться людей в камуфляже, а они должны воспринимать их как свои защитники. Это просто преступление против армии, отношение армии и народа, народа и государства. И третье, более того, по закону военные не должны проводить мобилизацию. Местный Совет, Кабмин организует мобилизацию, военные только должны принять гражданина, которого уже привели в военкомат, гражданские власти. И там его обучают, применяют, демобилизовывают. И третье, это вот, когда начали записывать украинцев граждан разного сорта, что внутри, что снаружи. Это три катастрофы, которые убили лояльность государству. Я даже допускаю, что те, кто это делал, они верили, что это поможет, но за три года можно было убедиться, что это не помогает, но они продолжают с упорством достойным лучшего применения этим всем заниматься. А это уже не ошибка, которую можно простить, это уже политика, сознательное решение, это совсем другой разговор. Вопрос о так называемых паспортах украинца. Когда его обещают, то речь почему-то всегда идет о детях. Но чем старше, чем старшие люди хуже, если ввести такие паспорта для 40-50-летних, там могли бы собираться средства, например, на пенсию или медицинские процедуры. Я понимаю, что все лучшее детям, но куда девать тех, кто уже давно не ребенок, имеют все меньше права на богатство страны, гражданами которой являются. По Конституции мы все имеем права на граждан, вернее, на рентус доли ресурсов. А пока получается следующее, что те, кто вывозит ресурсы, ресурсы, они еще получают потом возмещение НДС, который они платят в ЕС. Вот получилась система. Мы вывозим ресурсы, ничего на переработке не зарабатываем. Переработка создает добавочную стоимость, рабочие места, более сложные продукты и больше денег дают. Добавочная стоимость приносит деньги. Мы национальное богатство вывозим за бестак. Украина, вернее, Европа занимается переработкой, олигархи на этом или богатые люди зарабатывают деньги, и Украина эксплуатируется как территория заработка, причем нещадно, нещадно, как янтарное месторождение, не думая об экологии, о последствиях. А деньги тратятся в Лондоне. Вот система, которая создана в Украине. И это мы еще возмещаем им ущерб из бюджета. Есть очень простые решения. Первое. Запретить вообще любой экспорт без переработки, хотя бы первично. Я не верю, что мы начнем быстро создавать айфоны и космические корабли, но хотя бы первичная, вторичная, третичная переработка должна быть, иначе мы не вытянем Украину. Ни экономически, ни демографически. Второе. Нужно отрегулировать вопросы НДС от 3-го, 4-го. И четвертое. Надо сделать так, чтобы Конституция выполнялась. В сегодняшней Украине призывы к соблюдению Конституции едва ли не под экстремизм попадают уже. В части языка, в части экономики. Так вот, есть такая штука, не как дети, там, будущее, а малозащищенные или незащищенные слои населения. Например, временно перемещенные лица. Поэтому просто берутся все граждане и составляется каталог. Когда мы вводим эти паспорта, напоминаю, это обещал президент Зеленский и не выполнил. Это его предвыборное обещание. Вот я, например, собираюсь поспособствовать. Вот я иду в политическую жизнь, я не знаю, какую роль там займу я, но я буду, как политик, я буду способствовать того, чтобы это было реализовано. Мы вводим паспорт, который экономический, которым будут заречать ренты за эксплуатацию природных ресурсов, будет поступать на паспорт каждого украинца. Так Конституция написана, ее надо выполнить. Но поскольку, я не знаю, экономисты должны сказать, можно ли это разово ввести, если так, то сразу всем введем. Или надо начинать с отдельных, незащищенных или малозащищенных малоимущих слоев населения. Каковы им принадлежат, в первую очередь, пенсионеры, которые работали на эту страну в 33 года, в 4. Дети и семьи, где много детей, для того, чтобы они были защищены. Например, солдаты, ветераны, особенно пострадавшие, инвалиды, получившие инвалидность на войне, ранения и так далее. Семьи, потерявшие кормильца, перемещенные лица обязательно, внутренние перемещенные лица, люди, потерявшие квартиры, вынуждены там помыкаться, которые сейчас возвращаются от отсутствия экономических и жизненных перспектив, возвращаются на оккупированную территорию. Это катастрофа. Добровольно. И так далее. Вот с них надо будет начинать. Все это решается. Не в эфирах, это решается с группой экспертов. Что можно сделать в эфире? Обозначить позицию и принципы. Позиция понятна. Недра украинские принадлежат украинскому народу и должны эксплуатироваться. Представьте себе, как изменится социальная структура у нас и какие перспективы мы получим, если условно, я сейчас беру абсолютно с потолка цифры, они ничем не мотивированы, не просчитаны, но условно 100 тысяч долларов к 18 годам есть у мальчика и девочки, которые встретились, и там 25, у них там 150 тысяч. И они решили создать семью. Молодая семья стартует, у них совокупный капитал 300 тысяч сразу. Это жилье, это образование, это дети. Мы сейчас в зоне демографической смерти. Украинцы кончатся физически, если так дальше будет продолжаться. Более того, демографы считают, что мы уже не вылезем. Нужны экстраординарные меры. Это одна из мер. Потому что молодая семья, когда вынуждена ютиться с родителями, бабушками, три поколения в одном доме, два поколения в одной квартире и так далее, это ненормально. Они сразу должны иметь большой запас. Большой запас. И когда этот паспорт сработает, даже 100 тысяч, там по 50 у каждого, это совсем другая подушка. Это полностью изменит структуру социальных отношений, независимости молодых людей и даст перспективу развития. Потому что человек может заплатить за образование, за квартиру, сможет заводить детей и так далее. Это важнее, если мы хотим, чтобы Украина выжила. Это не просто подачку кинуть на селе. Это для того, чтобы страна выжила. Но и каждому конкретному человеку помочь, каждой семье. Это необходимо делать. И это, если бы мы были первыми, надо было бы делать. Но даже есть страны, которые это все давно делают и соответствующий опыт есть. Вот гражданин Саудовской Аравии, по-моему, к 18 лет, по факту рождения, это надо уточнить, не миф ли это, но по-моему, он получает какую-то очень солидную сумму по факту рождения. Понятно, Саудовская Аравия несравнимо богаче Украины, нефть. Но с другой стороны, то, что мы эксплуатируем как ресурсы, поверьте, на нефтяной бюджет хватит. И это надо делать. Это будет одна из моих главных политических задач для того, чтобы украинцы получали свою долю за эксплуатацию природных ресурсов. Размер этой доли, порядки выплаты, это к специалистам. Но то, что это надо реализовывать, я сделал, чтобы все это было реализовано, это однозначно. Потому что в дилемме люди или территории, люди или система у меня всегда один ответ — люди. Если нет людей, зачем это все?